В региональном отделении партии «Единая Россия» продолжается регистрация кандидатов для предварительного голосования. Документы на участие уже подали более 30 человек. Среди них не только политики с опытом, но и врачи-общественники, а также представители сферы образования. Чтобы получить поддержку «Единой России», будущие кандидаты в депутаты обязаны пройти процедуру предварительного голосования. Так документы для участия подал опытный политик, заслуженный врач Российской Федерации Сергей Эммануилов. Свой трудовой путь он начинал в участковой больнице села Кизима Устьянского муниципального округа. С 1983 по 1990 годы работал хирургом и главным врачом Котловской городской больницы. В дальнейшем возглавлял департамент здравоохранения администрации области. В своей депутатской деятельности уделяет повышенное внимание вопросам социальной политики и здравоохранения региона. За плечами. Прежде всего, особенно в течение последних двух лет, были, к примеру, определены такие трудности, как стабилизация льготного лекарственного обеспечения широких групп населения. Это большое достижение. Это вот прежде всего благодаря слаженной работе, совместной с правительством области, естественным министерством здравоохранения. Наравне с опытными депутатами участие принимают и новички в политике. Благодаря работе директора 35-й школы Елены Сидорук, сегодня в образовательном учреждении кипит жизнь. Удалось модернизировать школу, отремонтировать учебные классы, закупить новое оборудование. Желая перенести свой опыт на другие учебные учреждения города, Елена Александровна подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Я так для себя понимаю, что имея достаточно большой опыт в сфере образования за все эти годы, в сфере опеки, работы с несовершеннолетними, работы с гражданами пожилого возраста, можно реализовать большое количество идей уже на уровне муниципалитета. Документы для участия в предварительном голосовании также подала общественник Ольга Шананина. Вместе с однопартийцами она проводит мероприятия для многодетных мам, исполняет новогодние мечты ребят из многодетных и малообеспеченных семей, участвует в субботниках и поздравлениях ветеранов с праздниками. Для меня участие в предварительном голосовании партии – это, прежде всего, ступенька для того, чтобы проверить свои силы и продолжить начатые дела уже на городском уровне. Избиратели смогут отдать свой голос за участников предварительного голосования с 22 по 28 мая. Победители представят «Единую Россию» на выборах в сентябре. Алексей Корельский, Александр Богданович Евгений Зыков, Регион 29.